Я всех вас приветствую в это октябрьское морозное утро. Я уже начал кое-какие вопросы по мебели лофт для своих замечательных детей, которым я давно это обещал. В комментариях вы начали много писать о том, что Денис, ну когда же продолжатся у нас работы по отделке дома? Братцы мои, все, началось. На улице становится уже холодно, а это значит, что скоро мы заходим уже в отделку дома, и у меня есть что вам рассказать. Теперь на пару секунд отвлеку вас от основной темы, и дальше мы продолжим. Слушай, у меня все видосы начинаются, как я выхожу из своего дома. За октябрило, немножко вчера лежал снег, сегодня он растаял, но идет пар. На улице холодно. Я сегодня вам покажу одну чудо-машину, чудо-агрегат, о существовании которого я узнал буквально вообще пару дней назад. Я даже не думал, что такое существует. Газонокосилка и поздняя осень. Но! Есть одно но, и вы скоро поймете, для чего все это дело у меня скомпирировано в один видос. Давайте сделаем небольшой анбоксинг, откроем его, посмотрим, соберем, и уже дальше я все расскажу. Так, ну чтобы вы понимали, чтобы уже ввести вас в курс дела, сегодня будем говорить о лесочной газонокосилке бензиновой. 5 лошадиных сил. Традиционно я все делаю на этом столе, мне так удобней. Вы просто даже себе не представляете, какими обладает она серьезными свойствами по отношению к простой колесной газонокосилке. Вы знаете, что у меня есть ручной триммер, я его часто вожу на пасеку, но это совершенно другое. Я думал, тут какая-то сборка необходима. По сути, мне нужно установить сейчас первое крепление и потом основное, ну то есть это ручка. Я просто по шнекам уже все вижу, насколько это крепко и мощно. Смотрите, какая штука. То есть барашек имеет срезанную резьбу в этом месте. Для чего? Чтобы когда вы его скрутили с основной, ну для перестановки, например, для ослабления и так далее, чтобы он не свалился, то есть он будет просто на ней болтаться, но не скручиваться, пока вы не захотите целенаправленно его снять. Я такого раньше не встречал. Давно общаюсь с техникой Хётр и хочу сказать, что с каждым годом они улучшают качество своих изделий. Это прям откровенно заметно. Ну и второй момент, друзья, может вы мне сейчас скажете, может я что-то не понимаю. Я заметил, что Хётр и Ресанта реально как два побратимых продукта, потому что и у Ресанта, и у Хётра у них даже дизайн почти одинаковый, только расцветки разные по изделиям. Сразу хочу сказать по тем вопросам, которые могут мне написать сейчас по поводу, как всегда пишут, Хётр нехорошая компания, Хётр делает некачественно и так далее. Друзья, этот сезон, этот год, эту зиму, я полностью чистил свой дом, снегоуборочная техника, Хётр. Нареканий ноль. Даже писали, что ремень порвется в первый год. Не порвался, представляете? Не порвался. Время покажет, что будет дальше, я не знаю, но мне устраивает полностью техника. Мне нравится она. Пишите, что хотите по поводу неё, но я буду ей пользоваться и буду о ней писать, говорить то, что с ней реально происходит. Во всяком случае, у других компаний я не встречал ленточные колёсные газонокосилки. А мне давно хотелось именно такой вариант. Такую леску в простой триммер не заправишь. А здесь даже видно, что вот эта леска сейчас будет у меня фигарить бурьян. Пожарная безопасность дома это как минимум, потому что я об этом много говорил, и даже есть видос на канале, как у нас тут поля горели. И осень это самое то время, когда можно прибраться, когда можно подготовить участок к следующей весне. И нужно это делать сейчас. А простой газонокосилкой или триммером это не сделаешь, потому что бурьян вырос, заграда его много. И главный момент я покажу чуть позже. Так, собираем. Я так понял, такие барашки это для универсальности хранения. То есть я сейчас могу так раскрутил и собрал его, например, в упрощённый вариант или для перевозки. Но вы напишите, если знаете, для чего это сделано так, чтобы их периодически раскручивать. В комплекте с газонокосилкой, кроме свечного ключа и наборов барашков, было ещё 10 запасных леск для травы. Нравится? Ну да, прикольно. Я её ещё не доделал. Осталось, в принципе, немножко. Покажу сразу ребятам. Вот, открывается вот эта часть, закрепляем её болтиком, и всё, и газонокосилка готова к работе. Первый раз такое вижу, в комплекте шла одноразовая воронка для заливки масла. Ну что, используем её. Как заявляет производитель, для обкатки техники первая заливка масла эксплуатируется в течение 5 рабочих часов, после чего нужно будет его обязательно поменять, и потом следующая замена это 30 часов. Я использую обычно все сезоны синтетическое масло той же самой фирмы Хётр. Для всех одно главное правило по бензину. Всегда используется 92-й. Закручиваем масло в крышку. Проверил я это, кстати, вот так, что вдруг там какие-то пустоты. Я просто приподнял газонокосилку, там точно всё заполнилось. Ставим обратно, масло возвращается. Всё, закрываем. Так, сейчас мы проведём полевые испытания аппарата. Сразу говорю, буду испытывать его в жёстких условиях, потому что мне нужно собрать весь бурьян, который есть у нас за оградой. Цель простая. Делается это для того, чтобы зимой, когда начнётся надувание снега, дорогу замело в последнюю очередь. Именно в этот пень мы въезжаем чаще всего в нашей стройке. Так как за лето нарастает бурьян, наш местный тракторист особо не любит заниматься подстрижкой обочины на участке, поэтому приходится, в общем, своими силами это дело ликвидировать. В прошлом году мы это не сделали, и, соответственно, сразу же при первом падающем снеге у нас надулся сугроб. И в дальнейшем он уже просто увеличивался и увеличивался дальше. Соответственно, потом уже трактористу было сложно убирать снег, и таким образом у нас сформировался быстрый сугроб, с которым мы мучились. В этом году я решил попробовать сразу же его ликвидировать, а также убрать траву за территорией участка. Ну, это уже противопожарные меры. Триммером, либо газонокосилкой это сделать, конечно же, не могу. Поэтому делаю это вот таким путём. Ну, слушай, ну, проходит очень здорово. Смотри, большой бурьян, а он его прям рубит без всяких проблем, особо не застревает. Единственное, я ставил заводские настройки самого шнека, рубки. То есть он высоковат, он около 9 сантиметров, и нижняя опора заедает у меня в густой траве. Вот эта проблемка есть. Но с бурьяном он справляется очень даже хорошо. Не знаю, что произойдёт с леской на выходе, когда мы закончим наше мероприятие, но думаю, что оно будет на месте. Тем более, что 4 миллиметра. Такую леску я не встречал для простых ручных триммеров. Вообще не встречал. Нормально? Девочка может работать? Да. 30 минут работы. В общем, опора с таком виде, друзья, отработала она отлично. Бурьян он рубит очень хорошо. Во-первых, единственное, что вот этим якорем, во-первых, мы травы наелись, а во-вторых, якорь вот этот немножечко задевает, ну, за траву. Приходится чуть-чуть его приподнимать, но это нормально, так когда триммером работаешь, то же самое получается. Вот, заводится исключительно быстро, классно. И у меня такое предположение, что, скорее всего, именно этой газонокосилкой я и буду работать в следующем году, всё лето. В отличие от триммера, это очень удобно и очень просто. Вот такое вот резюме. Сразу решил заменить леску на новую, это отработало, но то, что я сейчас рубил, конечно, братцы, это серьёзное заявление. Так, ещё то, что не сказал, высота настраивается любая, которая вам необходима. Откручивается болт, опускается вот этот шкив на любую высоту, можно прям вообще под ноль делать, и закручивается болт, всё. Тогда, наверное, столько травы не будет на себя набирать. Я просто взял заводскую настройку и ей попробовал покосить. Но травы он наелся, конечно. Теперь, как устанавливается новая леска. Вставляем сюда, натягиваем, и вот здесь её так вставляем. То есть вариантов много, любой подходит. Вот и всё. Вот так зацепили, всё, она на месте. И вторую так же. Берём новый тросик, сгибаем его ровно. Вот. Вставляем сюда в паз. И опустили вон туда. И на себя натянули. Оп. Всё. Леска установлена. Высоту, как я говорил, вот болт и контргайка. Открутили, опустили площадку, закрутили. Всё нормально. В конечном итоге мой вердикт крайне простой. Аппарат очень замечательный. Мне он понравился, семье он тоже понравился. Женя тоже попробовала прокатиться. И как и со снегоуборщиком, не испытала вообще никаких сложностей. Поэтому мой вердикт, аппарат зачёт в копилку нашей стройки. Я пообещал дочери когда-то, что сделаю ей в комнату мебель. Также сделаю мебель Никите в комнату. Сегодня я очень хочу этим заняться. Итак, мебель будет в стиле ловки, как я уже сказал, металлическая. Сделана из профиля 40 на 40. Только 40 на 40. И в качестве деревянной части мы будем использовать с вами мебельный щит. Его я ещё не приобрёл, за ним нужно ещё съездить. Но это не проблема, вы это увидите, наверное, сегодня в ролике. Также мы заправили баллон с газом, с углекислотой. В телеграме выложил фотографию, как я всё приобретаю и заправляю баллон. И кто-то написал мне, типа, Денис, вот тебе уже, наверное, от сварки уже не отойти. Ты обожаешь её. Да, действительно, сварочный аппарат, конечно, это счастье. И на нём мы уже поменяли 5 баллонов. 5 баллон. И по проволоке ушло, ну я даже не скажу, наверное, на километров 35 уже проволоки мы точно потратили. И предвосхищая ваши мысли о том, что эта мебель ненадолго, и в конечном итоге девочка захочет что-то более утончённое, я вам скажу так, этот стол и тот стол, если вдруг она передумает, я легко потом перенесу в свою мастерскую, которую мы с вами делаем потихонечку. Процесс идёт, очень медленно, но идёт. Потому что основные работы я запланировал на следующий год, если всё будет хорошо. А если нет, если им понравится, то у них она и останется. Так, друзья, 7 утра, конечно, начинать весело. Работы. Зачищаю металл и начинаю варить. Маленький профиль это у Никиты комната, большой профиль это Элины. Сейчас я сделаю сначала опоры ног, сделаю полки, и потом всё это дело вместе соберу. Так, ну вы просто смотрите, музычку вам включу, думаю, вам будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот что у нас уже получилось. Кто-то может не понять, что это за мысль, но дальше вы всё поймёте. Почему я здесь оставил 40 мм? Для того, чтобы потом сюда вошла столешница из мебельного щита. Мы хотим сделать массивно и круто. Так, а я продолжаю это всё сваривать вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы закончили работы, сделали столешню, сделали шикарный, мне кажется, такой комплекс в стиле лофт. Немножко надо его подкрасить, чуть-чуть еще местами, но в целом он уже готов. Додумали еще элементы для того, чтобы здесь прислонять книжки. В общем, здорово получилось. Дерево у нас будет лежать сверху на полках, везде сверху. И так же и столешня будет лежать сверху. Так, ну вы поняли, да, как это будет выглядеть? Здесь цельная столешня идет, заходит в эту полку, дальше просто полочки везде. Это компьютерный стол с вариантом письменного. Возможно, в дальнейшем я еще сделаю задвижную сюда, также в стиле металл, тумбочку с открывающимися ящиками. У сына у него чуть попроще все, тут просто будет столешня и все, больше ничего. Я в начале ролика сказал вам, что покажу полностью все в одном видосе. Но, в общем, я начал обзванивать конторы, которые занимаются у нас мебельными щитами. И я, в принципе, уже с ними договорился предварительно на приобретение. Но, как оказалось, щиты эти сосновые, очень мягкий металл, металл, очень мягкое дерево. Но для таких целей больше подходят твердые сорта древесины. Это дуб, ясень, береза. Березовыми щитами у нас в Бийске никто не занимается, но березовый щит я могу заказать через ребят. То есть у нас есть, кто сушит доску березовую. Поэтому мне сейчас надо просто поехать, приобрести березовую доску, завести ее в компанию, которая занимается окромлением ее. После чего фугануть, склеить это в щит и уже потом сделать столешню. Скорее всего, будет правильнее, если я сделаю столешню и сразу же заморочусь по ступенькам на нашу лестницу. А для этого мне нужно финансовые вопросы решить, ну, чтобы на все хватило. Либо второй вариант интереснее взять, например, дубовую неокромленную доску, одну всего лишь, распилить ее по центру, разложить ее напополам и вот эту часть среднюю залить эбоксидной смолой. Это было бы вообще круто. Короче, на все это надо время. Поэтому, друзья, я дико извиняюсь, что видос заканчивается вот так. Думаю, что по вот этим небольшим наброскам уже, в принципе, понятна мысль, ход мысли, что это будет в конечном итоге. Эта мебель у нас уходит в копилку незавершенок, но я обязательно вам покажу, как я ее доделаю. Друзья, я рад был вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через неделю. И там я все покажу, к чему мы пришли за эту неделю. Все, давайте, пока, пока, пока. Продолжение следует...